Всем привет, дорогие друзья! С вами Даня Макога и Семенов. Из этого выпуска видеоновостей вы узнаете о новом составе Natus Vincere по Dota 2, командном сайте организации Virtus.pro, в ходе решаплов на профессиональной сцене Dota и единственном некорейском игроке, который пробился в высшей дивизион Лиги по StarCraft 2. Организация Natus Vincere анонсировала обновленный состав по Dota 2. После провала на квалификации к The Boston Major команду покинули Artstyle, Sonneika и DTR. В ноябре менеджеры клуба заявили, что новый состав будет строиться вокруг Dendy и Генерала, а в качестве новичков будут рассмотрены не только игроки из СНГ, но и иностранцы. 27 декабря на сайте организации появился официальный анонс, в котором руководство клуба представило трех новичков состава. Ими стали Pajkat, Airman и Beaver. Pajkat является одним из самых опытных шведских игроков. Он начал выступать на профессиональной сцене с 2009 года, еще во времена Dota All-Stars. После перехода на Dota 2 швед играл в Evil Geniuses, Counter Logic Gaming, LGD Gaming International, Mouth Sports, The Alliance и других коллективах. В начале 2016 года он пытался пробиться на The Shanghai Major вместе с миксом Mama's Voice, а после неудачного выступления стал тренером в Digital Chaos. Airman тоже начинал карьеру в Dota All-Stars. В Dota 2 играл за Kaipi, The Retry, Goomba Gaming, Elements Pro Gaming и Power Rangers. В общей сложности сменил более десятка различных коллективов и миксов. Последней командой Airman была Fantastic Five. Beaver является самым неопытным новичком команды. Датский игрок впервые засветился на профессиональной сцене в 2015 году. В октябре 2016 года вместе с ProDota Gaming пытался пробиться на The Boston Major, но его команде не удалось пройти в плей-офф американской квалификации. Желаем новому составу удачи! Мультигейминговая организация Virtus.pro запустила сайт, где будут публиковаться все новости составов по Dota 2, Counter-Strike Global Offensive, League of Legends и Hearthstone. Первый командный сайт обновленной организации Virtus.pro открылся в 2011 году, а уже в 2012 году он стал киберспортивным медиа. С тех пор организация взаимодействовала с комьюнити только через группы в социальных сетях. Теперь все новости мультигейминга можно узнавать еще быстрее и удобнее. Командный сайт уже доступен по привычному адресу www.virtus.pro. Игрок греческой команды Adfinem Maybe Next Time сообщил в Твиттере, что в ходе решафла ростер команды останется без изменений. Adfinem появилась на профессиональной сцене весной 2014 года. До The Boston Major 2016 у нее не было крупных достижений, но на турнире от Valve греки не только смогли добраться до гранд-финала, но и завоевали сердца зрителей красивой игрой и неподдельными эмоциями после каждой победы. Решафл перед следующим мейджор-турниром начался 20 декабря. Киберспортсмены могли покинуть команды на сайте регистрации составов до 27 декабря. Теперь коллективы смогут набирать игроков до 9 января. С 10 января и до конца The Kiev Major 2017 уход из команды приведет к потере приглашения на турнир или в квалификацию. Обновляемую таблицу решафлов можно найти на сайте cybersport.ru. Канадка Скарлетт обыграла СИД в решающем матче квалификации Global Starcraft 2 League 2017 и в следующем году будет выступать в высшем дивизионе лиги. Саша Хостин оказалась единственной иностранкой в числе 32 корейских участников. Последний раз иностранцы выступали на GSL Code S в 2013 году. Тогда Хак и Стефан не смогли преодолеть первый групповой этап и войти в число 16 лучших игроков турнира. Формат GSL 2017 будет несколько отличаться от прошлых сезонов. Организаторы отказались от дивизиона Code A и увеличили призовой фонд дивизиона Code S, который теперь составляет 146 тысяч долларов. Основной этап GSL Code S 2017 начнется 4 января. И на этом у меня все. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok